Дорогой Руслан Маликович 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 также выделила определённую группу больных, которым можно безопасно не проводить в послеоперационном периоде лучевую терапию. Это больные старше 50 лет, с размером опухоли не менее 2,5 см, не третья степень злокачественности, края резекции отрицательные более 2 мм. К счастью, мы это видим во многих обзорах, частота локальных рецидивов сегодня благодаря всем мультимодальным подходам в лечении больных раком молочной железы снижается, и она достаточно низкая у больных ранним раком молочной железы. Тем не менее, обидно, когда у этой благоприятной группы больных ещё мы через какое-то время встречаем истинные локальные рецидивы. Можно ли что-то сделать, чтобы снизить и эту частоту? Да, можно. Нужно провести дополнительное локальное облучение ложеудалённой опухоли, так называемый БУСТ. И если мы откроем наши рекомендации РОМ, то мы видим, что показанием к облучению ложеудалённой опухоли в дозе 10-16 Грэй являются следующие. Молодой возраст больных до 50 лет. У больных старше 51 года – это третья степень злокачественности, близкий или положительный край резекции при отказе больной от повторной операции. Лимфовоскулярная инвазия может являться дополнительным фактором риска в каких-то сомнительных случаях. Хочу обратить внимание, что на Сен-Галиновской конференции было определено и в работе Портманса и Бартелинга, в которой учитывались уже 20-летние результаты вот этого исследования РТС «БУСТ против без БУСТа», была выделена вот такая небольшая подгруппа больных, моложе 50 лет, с опухолью, со степенью злокачественности G1, либо люминальные подтипы с дальнейшей эндокринной терапией, которым можно не проводить БУСТ безопасно. Как сказал уже Сергей Михайлович, конечно, мы благодарим всегда хирургов за то, что они думают о нас и о больных, и клипируют ложеудалённую опухоль во время операции. И, как вы видите, это является чётким определением для дальнейшего выбора локального лечения. Сегодня показания к облучению зон лимфоотока у больных рака молочной железы расширяются. И толчком к этому послужило огромное исследование из 45 институтов 14 стран. Почти 6 тысяч больных было в него включено. Результаты опубликованы в 2013 году. Это исследование URTC-22922 и канадское исследование MEI-20, и результаты которого теперь являются основополагающими для многих рекомендаций и отечественных, и зарубежных. Итак, при поражении четырёх и более лимфатических узлов лучевая терапия на зону лимфоотока показана в любой ситуации. При поражении 1-3 лимфатических узлов нам нужно очень внимательно рассмотреть целесообразность проведения лучевой терапии и учесть все факторы риска и молодой возраст, и лимфоваскулярную инвазию, и наличие трижды негативного молекулярного подтипа. И даже при негативном состоянии статусе акселярных лимфатических узлов, при которых мы раньше не задумывались о целесообразности проведения лучевой терапии, сегодня мы говорим, да, нужно подумать, нужна ли лучевая терапия у больных с центральной медиальной локализацией, либо с опухолью более, размерами более 2 см, плюс факторы риска – молодой возраст, лимфоваскулярная инвазия. И мы видим, что в российских рекомендациях эти все показания тоже отражены. Вы знаете, что сейчас расширяются показания для проведения неоадювантной химиотерапии у больных даже ранними формами рака молочной железы. Поэтому ещё раз обращаю внимание клиницистов о необходимости до начала неоадювантной химиотерапии верификации клинически определяемых лимфатических узлов, потому что для нас, для лучевых терапевтов, это очень важно в определении в дальнейшем объёмов и доз облучения регионарных зон. К счастью для нас и к счастью для наших больных сейчас наблюдается тенденция уменьшения объёмов лимфодисекции. От аксиллярной лимфодисекции до биопсии сторожевого узла лимфатического, что является предпочтительным. И, конечно, в случае обнаружения микрометастазов даже в двух сторожевых лимфатических узлах либо полноценного метастаза в одном лимфатическом узле после планового исследования выполнение лимфоденоктомии не обязательно, и проведение лучевой терапии на аксиллярную зону в дозе 50-ангрей может служить хорошей альтернативой лимфодисекции. В этих случаях применяется методика высоких тангенциальных полей с определённым расположением верхней границы поля. У больных ранним раком молочной железы продолжается изучение и применение методики ускоренного частичного облучения молочной железы. Конечно, это тоже является хорошей альтернативой варианта облучения всей молочной железы после органов сберегающих операций у отдельной подгруппы пациенток с сугубо благоприятным прогнозом. И критерии включения этих больных обозначены в рекомендациях Астра и Джекэстро в 2009 году. АПБА можно выполнять различными методиками лучевой терапии, бракетерапии, 3D-конформной лучевой терапии, интраоперационной лучевой терапии. И исследования последних лет Флоранс, Таргет, Раппит, Будапешт-3 демонстрируют хорошие онкологические результаты. Среднегодовой прирост рецидивов не превышает 1% и хороший и отличный косметический эффект. Следующий вопрос. Последовательность химиотерапии и лучевой терапии в адювантном периоде. По-моему, он уже не вызывает ни у кого сомнений. Мы знаем, что вначале в адюванте проводится запланированный весь курс химиотерапии. И только потом, через 3-4 недели, после полного восстановления показателей крови, можно начинать проведение лучевой терапии. Поэтому нужно забыть о тех пресловутых 6 месяцах, которые когда-то звучали. Итак, весь блок химиотерапии и через 3-4 недели начинается лучевая терапия. Проведение лучевой терапии возможно одновременно с эндокридной или Таргетной терапией. Безопасность одновременного применения доказана многими исследованиями. Данные рекомендации НССН также коррелируют с нашими отечественными рекомендациями. Сроки начала лучевой терапии без назначенной химиотерапии в послеоперационном периоде. Исследования нашего центра, почти 700 больных, более 7 лет наблюдения. Исследования онкологов из Миланского онкологического центра, 600 больных, 5 лет наблюдения. И ещё ряд исследований показали, что при проведении многофакторного анализа не выявлено влияние сроков начала лучевой терапии после операции на риск локального рецидива, показатели без метастатической и без рецидивной выживаемости. Всё это мы видим в наших рекомендациях РОМ. Лучевая терапия должна быть начата через 4-12 недель после органов, сберегающей операции, а при, конечно же, условии полного заживления операционной раны. Нужно сказать, что согласно всем рекомендациям и Эстра, и Астра, и Ратра, это наша Российская ассоциация радиационных онкологов, во время пандемии COVID-19 возможно увеличение сроков начала лучевой терапии до 16-20 недель. Режимы фракционирования дозы при проведении лучевой терапии. Ещё с начала 30-х годов прошлого века доктор Беклис, ученик Мария Кюри, предложил вот такую классическую дозу для проведения лучевой терапии 2 Грея, 1,8, 2 Грея. Поэтому она с тех пор и называется классический режим фракционирования. Но с 2010-2011 года уже активно применяются режимы гипофракционирования, которые позволяют подвести и заэффективную 50 Греем дозу за более короткий промежуток времени, за 15-16 фракций. Хочу обратить внимание радиологов, что, пожалуйста, пока в рекомендации легитимно можно использовать такой режим фракционирования только при облучении оставшейся части молочной железы, при облучении передней грудной стенки, включая вариант реконструированной молочной железы и зоны лимфоотока, пока возможно законно использовать режим классического фракционирования. Во время пандемии COVID-19 для укорочения курса лечения и для укорочения сроков пребывания больных на лечении было разрешено использование гипофракционирования и в случае проведения лучевой терапии на зону лимфоотока. Есть сейчас всё больше исследований появляется по проведению гипофракционированного режима у больных с необходимостью облучения передней грудной стенки и зону лимфоотока. Но сами авторы, сроки прослеженности пока небольшие, три года. И сами авторы говорят о том, что нужно многоцентровые исследования, нужны и нужны более длительные сроки прослеженности. Будем ждать этих дальнейших результатов. Молочевая терапия в лечении больных местно распространённым раком молочной железы является очень важным этапом. И, конечно, это больные, которые требуют мультимодального подхода к лечению. И первым этапом всегда выступают системная терапия, неодемантная химиотерапия. Конечно же, снижает риск отдалённых рецидивов, позволяет дать такую раннюю оценку эффективности системной терапии. Если больные переводятся в операбельное состояние, второй этап — хирургическое лечение. И лучевая терапия у этих больных нужна обязательно. А посмотрите, как кратко нам говорят рекомендации НССН. Постоперационная лучевая терапия показана всем больным с местно распространённым раком молочной железы. А наши рекомендации, золотой стандарт, мы ещё в них и уточняем. И что показания к проведению лучевой терапии у больных с местно распространённым раком молочной железы не зависят от ответа на системную терапию. Потому что есть ряд исследований, которые показали, что даже при полном патоморфозе и в опухоли, и в лимфатических узлах ни одной опухолевой клетки не определяется. Так хочется отпустить этих больных уже домой отдыхать без лучевой терапии. Но и общая выживаемость, и частота локальных рецидивов значительно хуже эти результаты без проведения адювантной лучевой терапии. И это доказывает вот этот большой метаанализ 22 рантомизированных исследований, 8 тысяч больных. И мы также видим, что и при 4 поражённых лимфатических узлах, и при 1-3 лимфатических узлах лучевая терапия в адювантном периоде достоверно и значительно снижает частоту 10-летних локальных рецидивов и улучшает выживаемость больных через достаточно большой 20-летний период прослеженности. Но, к сожалению, примерно у 30% больных местно распространённым раком молочной железы на этапе неодювантной химиотерапии мы отмечаем, что опухоль химиорезистентна. Нам так и не удаётся перевести её в операбельное состояние. Или что ещё хуже, мы видим, что на неодювантной химиотерапии больные прогрессируют местно. И тогда, конечно, мы меняем сценарий. И тогда на второй план выходит лучевая терапия. И сейчас это такое развивающееся очень направление. Если раньше мы говорили, что сейчас мы проведём лучевую терапию и посмотрим, затем оцениваем вместе с хирургами ответ на лечение, то сейчас развивается целое направление НАРТ, неодювантная лучевая терапия. Причём она проводится не только у больных с местно распространённым раком молочной железы, что казалось бы более логичным, но всё больше исследований о неодювантной лучевой терапии появляются и при ранних операбельных формах рака молочной железы. Итак, мы подводим 50 на грейн на зоны лимфооттока, 56-60 грейн на молочную железу, собираем повторно консилиум с хирургами и химиотерапевтами и определяем дальнейшую тактику лечения. При возможности выполнения хирургического лечения, конечно, оно выполняется и предпочтительнее, всё-таки у таких химиорезистентных больных выполнять радикальную мастектомию. При невозможности хирургического лечения мы продолжаем лучевую терапию до радикальных доз. Мне очень понравились вот эти два исследования, они совершенно свежие, 2020 и 2017 год. Наши коллеги из Португалии и Сербии, вот они проанализировали тактику ведения таких больных, которые не удалось перевести больных в операбельное состояние после неодювантной химиотерапии. Дизайн исследований одинаковый, поэтому я эти оба-два исследования позволила себе разместить на одном слайде. Итак, 210 больных проанализировано. Посмотрите, режимы проведения совершенно различные. От 2 Грейда 30 фракций до 26 Грейда 4 фракции, 45 Грейда 15 фракций. Главное, что эта лучевая терапия была проведена. Интервал между окончанием химиотерапии и лучевой терапии, то есть химиотерапевты и хирурги ждут реализации эффекта от системного лечения, колебалось от 5 до 27 недель. А вот между лучевой терапией и операцией он уже значительно меньше, 6-7 недель. То есть это срок, в который возможно снижение уже лучевых повреждений кожи для хорошего выполнения хирургического этапа лечения. И благодаря вот этой неодевантной лучевой терапии практически все больные были переведены в операбельное состояние. И практически у каждой шестой больной, посмотрите, был достигнут полный морфологический ответ в опухоли, а у половины больных частичный ответ более 90%. И, конечно, именно у этих больных вот с морфологическим ответом хорошим, конечно, мы видим у них и хорошие пятилетние результаты. Общая выживаемость 40-68%, пятилетняя выживаемость без прогрессирования 55-71%. На мой взгляд, это очень хорошие результаты лечения для первичных химиорезистентных больных. И я еще раз хочу напомнить, что до начала неодевантной полихимиотерапии необходимо верифицировать клинически определяемые лимфатические узлы и особенно у больных местно распространенным раком молочной железы. Особое внимание следует удалять уделять метастазам в над- и подключичных лимфатических узлах, потому что в зависимости от верификации, от того, когда они регрессируют по данному ЗИ, мы определяем в дальнейшем в адюванте дозы лучевой терапии. Либо это профилактические 50-грей, либо с локальной, прецизионно мы облучаем уже зону бывших лимфатических узлов до 64-66 грей. И при наличии врастания опухоли в кожу молочной железы, нужно очень внимательно читать данные гистологического заключения, у таких больных необходима лучевую терапию, проводить со специальным болюсом для адекватного дозового распределения в коже. Спасибо вам огромное за внимание. Спасибо. Спасибо.